всем добрый вечер меня зовут елена ронина и я рада приветствовать вас у меня на канале елена ронина культ поход с писателем понедельник по понедельника мы читаем рассказы сегодня у нас заключительная часть такого большого рассказа дресс-код внутреннее одиночество и вот мы уже с вами прочитали три части и много говорили о ситуации которая сложилась вот в этом рассказе встретились две девушки олеся и рита олеся работает в таком модном агентстве где она учит женщин правильно одеваться а рите как бро вроде бы это было совершенно не нужно она собой была довольна и ей казалось что то как она выглядит она выглядит достойно но она выглядела никак и ей об этом сказала ее дочка маленькая и вот приезжает олеся к ней домой чтобы разобраться что же происходит в жизни той самой риты откуда вообще ноги растут и она понимает что в свое время рита она работала в музыкальной школе и дело происходит в москве а сама рита на из омска привез ее в свое время сюда в москву ее муж будущий муж андрей нет не андрей а паша андрей так звали пашиного друга он вроде бы создал все условия для своей жены но она так и осталась немножко одинокой и часть ее души и сердца и в том числе все подруги и все те с кем она общалась остались там в омске и она говорит очень важную такую фразу которая мне кажется что действительно прямо очень очень важны что для нее всегда была важна ее семья и она полностью растворилась в этой семье и в какой-то момент она поняла что кроме семьи у мужа есть работа и его друзья у ее дочери есть школа секция подружки ее интересы а вот у самой риты только семья и насколько это правильно и вот сейчас такая неравнодушная олеся которая вроде бы пришла совсем по другому вопросу в этот дом вот ей захотелось помочь этой женщине она поняла что если она сейчас не поможет и никто не поможет ну давайте читать дальше что будет дальше рита рите давно не было так хорошо как же ей нравилось а леса олеся какая она своя домашняя они сидели пили кофе и вдруг рите захотелось ей все все про себя рассказать про то как периодически они чувствуют свою ненужность пашка постоянно вертится в своем бизнесе лизу она просто перезвозит из одной школы в другую а у той тоже свои дела когда она привозит дочь домой сначала нужно сделать бесконечные уроки а потом у лизы начинается такие же по бесконечности разговоры по телефону рита давно уже была где-то сбоку то что лиза не стала заниматься музыкой было обидно как-то вскользь бросил паша столько ты на это потратила сил давай не будем отравлять ребенку детства гаммами эрите это услышать было неприятно но она любила мужа и верила ему все это она вдруг начала рассказывать о лесе человеку которого она увидела впервые но впервые за много лет ее кто-то слушал а главное услышал жены пашных друзей общались с ней снисходительно оценивающие осматривали ее это все время боялась надеть что-то не то когда выбирались на очередную вечеринку в кругу пашиных друзей и потом столько жены этих друзей говорили о модных тенденциях и так при этом выразительно смотрели на риту что ей всегда казалось это шаром в ее сторону и как результат она решила что джинсы от армани и свитера от кучинели никакие тенденции уж точно испортить не могут она понимала что теряет себя но меньше всего ей хотелось потерять мужа вдруг и он заметит как совсем она не соответствует тенденциям рита откровенно жаловалась на одиночество на непонимание на то что просто в какой-то момент потеряла собственное я как это случилось когда только теперь она всегда боялась что муж вдруг начнет тоже смотреть на нее снисходительно а вдруг и вот вчера лиза значит будем искать тебя ритни дрейф открываем шкафы рита была так благодарна олесе за ее уверенность для олесе по большому счету все было ясно эти джинсы были одной из составных частей той самой скорлупы это даже было лучше минимализм всегда приветствовался олесе больше чем любовь к перьям и рюшкам в огромных количествах от этого излечиться было очень сложно она пустое место не испорченная плохим вкусом насадить правильные методы было несложно все зависело от желания клиента от умения слушать и слушаться как показалось олесе с ритой у них был найден общий язык и действительно девушка понравилась олесе и жалко ее было попала вот в такое вынужденное одиночество а гордость не позволяла признать что не так но вот смотри есть у меня джинсы наверное их много но удобно же рита сама была удивлена большим количеством совершенно одинаковых джинсов олеся смотрела на ровные стопки вещей джинсы стопка бежевых свитеров стопка маек трикотажных того же бежевого цвета рита а летом в чем ты ходишь вот же радостно показала рита на точно такую же стопку маек бежевого цвета с коротким рукавом рит мне грустно ты думаешь я уверена но ты ж литературу читаешь про женщину и загадку ну где твоя загадка зимой и летом одним цветом да вот эти мужика действительно можно сильно испугать не тем что ты в тенденциях не разбираешься тем что на стороне что-то увидит яркое а вот смотри рита открыла ящик с нижним бельем любопытно все оно было цветное синие красные нежных голубых тонов и ничего цвета кожи или тела как выражается ритина дочь еще интереснее стало быть внутри себя рита совершенно другая и нужно это и цвет и яркость просто она стесняется боится показаться деревенской боится что опять паша попрекнет ее колхозом как на той свадьбе ты знаешь рит а у нас с тобой все получится я не сомневаюсь когда сюда шла вообще не понимала за что браться в первую очередь а теперь лично мне все ясно и тебе через пять минут тоже все будет ясно олеся начала раскладывать на столе бумагу карандаши журналы первое про лизу не обижайся ты изменишься сама и изменится отношение дочери к тебе дети не всегда бывают добрыми к своим родителям делаем на это скидку и многое просто пропускаем мимо ушей про тот разговор просто забудь и думай только больше о себе в твоей жизни произошел серьезный перекос я имею право так говорить потому что сама была точно в такой ситуации у тебя должна быть ты ты сама а у тебя нет тебя ты себя просто потеряла занимаемся аутотренингом не меньше часа в день ты уделяешь внимание себе если ты про косметолога я не пойду я не про косметолога хотя может и зря отвела лизу в школу и куда вещи стопкам по шкафам раскладывать вполне можем встретиться с тобой попить в центре кофе пройтись по магазинам понимаешь тебе нужно и по магазинам научиться ходить научиться получать удовольствие от процесса не думать сколько ты на это драгоценного времени тратишь если ты занимаешься собой это время не потерянное запомни ты на себя из последних десяти лет ни минуты не потратила разве это правильно или вот еще ты же говорил что со свекрови отношения хорошие она удивительно чуткая женщина меня приняла сразу вот она же может посидеть вечерок с лиза вы с павлом сходите в театр или например ты можешь иногда подъезжать к нему в офис чтобы вместе пообедать бывает же что лиза занята до четырех как сегодня у и знаешь он даже предлагал только я подумал что я буду ему мешать а ты так не думай хорошо почти уверенно произнесла рита больше так думать не буду сама предложу но вот а для вот этих времяпрепровождений в том числе твой гардероб и надо немного преобразил преобразовать ты ж не пойдешь в офис к мужу в этих ботинках и не смотри на меня удивленно почему потому нельзя прости но эти ботинки ты теперь надеваешь когда в следующий раз пойдешь на экскурсию в горы а мы купим тебе несколько пар удобных мягких сапог стильно и удобно но обо всем по порядку я не предлагаю вот так сейчас сразу поменять весь твой гардероб я предлагаю его просто немножко усовершенствовать сейчас мы напишем с тобой список и сначала все обсудим на бумаге а потом поедем в магазин хорошо конечно и потом это точно к делу не относится но мне кажется тебе потихоньку нужно выходить из дома но в смысле работы я сейчас собираюсь расширять программу дополняю и такими общими знаниями знаешь люди к нам приходят разные и бывает для них не всегда просто одеться по-другому зачастую это и пополнить свой внутренний мир мама бы мы могли бы что-нибудь сделать на тему музыки ты мне подала отличную идею по поводу музыкальной литературы это можно прикрепить к истории костюма к танцам думаю может получиться очень здорово как тебе такая идея рита сначала помолчала к этому алису уже привыкла мне нужно посмотреть свои старые лекции переработать их сначала походить на твои занятия чтобы уже свои подправить в нужном ключе я напишу и дам тебе посмотреть идет олеся ликовала она понимала что не просто сейчас расшевелил риту и все это теперь будет по-другому есть еще новая грань в ее работе совершенно случайно родилась интереснейшая идея за которую многие потом ее будут благодарить договорились а сейчас в магазин рита прошло полгода после их знакомства жизнь рита изменилась кардинально она шла на свое первое занятие в олесину школу конечно рита нервничала но она знала что материал настолько интересен что он не может оставить равнодушным и было труд ее было трудно узнать облегающий серый трикотажный сарафан черные высокие сапоги на низком каблуке широкий кожаный пояс белая блузка все как и раньше строго но при этом красиво и стильно как и раньше удобно было сесть в машину и пробежаться до школы если рита будет опаздывать она шла легкой уверенной походкой ей нравилось все то что посоветовала олеся все вещи которые они купили а их было немного были простые функциональные но из них легко можно было составить целый гардероб у двери и догнала олеся я со спины тебя даже не сразу узнала волнуешься немного но я верю что все будет хорошо лезь рита остановилась спасибо что ты меня вернула это снова я и сегодня я буду рассказывать о шопене и еще если все пойдет у нас хорошо обещаем и купим инструмент но вот уже требование выдвигает пойдем а то опоздавим а фортепиано ей сама об этом думала вот такой рассказ замечательный совершенно спасибо извините меня конечно за то что я вот так сейчас ненароком хвалю сама себя но он действительно очень глубокий и я подумала о том что если бы я сегодня писала это произведение это могло вырасти очень большой роман потому что там есть еще точно про что написать и развернуть эту тему и вообще может быть это такая есть идея вообще каждый мой рассказ переписать роман но о чем вообще был рассказа этот дресс-код внутреннее одиночество мне он самой действительно как точно сегодня лег на сердце он про то что мы действительно периодически не знаем сами себя мы теряем себя за время жизни и вот человек который просто дизайнер или вот человек который вот тебя ведет по стилю в этой жизни и правильный психолог он может тебя действительно прочитать потому как ты одет как ты ходишь как ты выглядишь какая у тебя прическа и дело не в том сколько стоит я не знаю твои сумки или твои часы а дело в том с каким достоинством ты носишь эти вещи как ты подбираешь одно к другому как ты на работаешь с цветом но а главное это конечно этот рассказ про действительно внутреннее одиночество не зря у этого рассказа два названия дресс-код как правильно одеваться и внутреннее одиночество иногда даже самые близкие не подозревают о том что мы на самом деле одиноки что нам не с кем поговорить что нам не с кем посоветоваться и а семья это не всегда все ни в коем случае нельзя из жизни убирать своих подруг подруги это наша большая ценность конечно это тоже большой труд уметь дружить и тратиться на вот на дружбу но на самом деле вот мы недавно об этом говорили это то во что стоит и нужно вкладываться надо вкладываться в отношения мы с вами когда говорили про возраст как принять свой возраст вот если вы вкладываетесь в отношения то вам и ваш возраст не так сложно принять и опять же приведу в пример мою маму который да вот будет скоро 92 года и которая всегда была окружена подругами при том что мама немного рассказывает о себе но она умеет слушать умеет дать совет она всегда добра очень искренна и сейчас этих подруг ну к сожалению уже очень мало и она самая старшая это наверное очень страшно быть самой старшей но интересно что сейчас еще рядом с ней сыновья ее подруг которые уже ушли из жизни они остались без матерей она осталась без своей подруг и вот вот и такие саши вот два саши которые приходят к ней домой с тортиком иногда с бутылкой вина сами кстати говоря мама готовит что-то обязательно на ужин они потом сами убирают моют посуду называют ее тетю Тамара и просто рассказывают ей все рассказывают как бы они маме рассказали поэтому это про наше одиночество если мы с вами одиноки и вроде как нам кажется что это хорошо это нехорошо это надо это надо менять обязательно и надо над этим работать но вот такой как мне кажется непростой рассказ вот мы его прочитали жду конечно ваших комментариев обязательно размещу этот рассказ постараюсь не забыть и на youtube-канале и в телеграм-канале чтобы мы могли на самом деле обсудить и в телеграм-канале вот то что мы услышим про моду мы говорим много но эта тема мне кажется неисчерпаемая потому что мы действительно такие как мы выглядим в том числе с вами была я меня зовут Елена Ронина также называется мой youtube-канал и мой телеграм-канал подписывайтесь на мой канал и я всегда вам рада до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok